я вижу ваши ваши сообщения ваши комментарии пожалуйста пишите давайте пусть у нас будет обратная связь я буду читать их и если вам понравилось что-то или господь коснулся вас во время проповеди я буду рад если вы напишите аминь или поставите там люкс например там или или там мордашку какой-то улыбающийся если что-то вам не понравилось сделайте так и это тоже хорошо потому что мы все будем видеть мы все будем читать и будем реагировать так как сможем я хочу говорить сегодня с вами на тему которая очень глубоко моем сердце называется она так ингредиенты божьего помазания я хочу пояснить друзья я рос христианстве из детства величайшей ценностью внимание величайшей ценностью в моей жизни было божие присутствие и божие помазание божие присутствие определа определяла 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 всю жизнь определяла решение определяло состоянии здоровье определяло время моё определяла вообще ценности моей жизни и я понимал что есть ли в этом есть бог значит все у нас получится все у меня будет хорошо если есть электонбо если бога нет в каком-либо решений, если Бога нет в моих рассуждениях, мыслях, откровениях или там, что бы это ни было, то я не буду иметь ни успех, ни радость, ни мир, и я буду чувствовать себя внутри опустошенным и разбитым. Божие присутствие это величайшая ценность в жизни твоей и моей. Если Бог с тобой, кто против тебя? Знаешь ли ты, что Бог играет на твоей стороне? Вы не друг против друга, Он за тебя, но иногда Он может быть в стороне, потому что ты в своей воле идешь так, как ты хочешь, потому что это твое решение, твоя мысль, твое желание, это ты вот весь ты со своим таким духом каким-то своевольным, и когда ты делаешь то, что ты хочешь, Бог ждет. Он пытается постучать в твое сердце, Он ждет, пока ты обанкротишься, чтобы ты открылся и сказал, Господи, да что со мной? И вернулся к его присутствию. Я скажу вам, друзья, что Моисей, которому было 80 лет, который вывел народ израильский из египетского рабства, и который получил от Бога эти 10 заповедей, две каменные скрижали, но Бог сказал, спустись вниз, потому что народ развратился, они сделали себе идола. Моисей, который разбил эти скрижали, когда увидел, что они поставили этого золотого тельца, а потом вторично поднялся на встречу с Богом на гору Синай, 70 старейшин где-то на середине остановились, весь народ был внизу, а он один на один остался с Богом. И вот в этом диалоге, в 33 главе книги Исход, Бог предлагает ему и говорит, что теперь я пошлю ангела перед тобою, и он пойдет перед всем народом, и он вам сделает дорогу, и он уничтожит врагов ваших, и введет вас в обетованную землю. И вот здесь внимание, Моисей отвечает, нет, Господи, если ты не пойдешь со мной, если ты не пойдешь с нами, то не выводи вообще нас отсюда. Величайшая ценность в сознании Моисея была в присутствии Божьем. Ты, Господь, иди, мне ты нужен, если ты не пойдешь, то я без тебя ничего не хочу делать. Вы помните 72-й Псалом Асафа, он сказал, такие же слова, кто мне на небе, а с тобой, Господи, мне ничего не нужно, я ничего не хочу на земле. Другими словами, он сказал, мой Бог, который на небе, если ты будешь со мной на этой земле, все остальное вторично, оно приложится или не приложится, это не так важно, но если ты будешь со мной, то тогда мне ничего не нужно на этой земле, мне нужен ты, Господь. Мне очень нравилась история Саула, ну, в начале, конечно, в конце его жизни он сбился с истинного пути, но в начале он был простым человеком, и вот в какой-то момент на него пророк выливает елей, целый сосуд с елеем выливает на его голову и произносит такие слова, не тебе ли все вожделенное в Израиле? И на нем сразу, когда он принял это помазание, на нем сразу было присутствие Божие, и он стал другим человеком, и когда Дух Божий сходил на него, он становился другим человеком, Дух Божий меняет все, радикальные перемены происходят, когда Господь с тобою. Я понимаю, что может возникнуть вопрос, пастыр, есть ли что-то, что мы должны сделать, люди, для того, чтобы присутствие Божие было в нашей судьбе? Есть ли что-то, зависящее от нас, некие условия может быть, или что-то, что привлекает или притягивает Божие присутствие? И вот об этом я хочу поговорить с вами. Откроем книгу Исход, 30 глава с 22 и до 25 стиха. И вот текст, здесь написано так, и сказал Господь Моисею, говоря, возьми себе лучших благовонных веществ, смирный, самоточный, 500 сиклей, корицы, благовонный, половину против того, 250, тростника, благовонного, 250, кассии, 500 сиклей, по сиклю священному, и масло оливкового гин, и сделай из него мира для священного помазания. Масть составную, искусством составляющего масти, это будет мира для священного помазания. Скажите, пастори, какие-то тонкости. Послушайте, друзья, это то, что сказал Бог. Бог сказал Моисею, он сказал, каким образом можно или нужно ему сделать елей мира для помазания. И вот в этом елее есть пять ингредиентов, пять частей. И я хочу вместе с вами навести резкость на каждый элемент того, из чего состоит это мир и это помазание, и посмотреть, есть ли какое-либо значение для нас. И забегая вперед, хочу сказать, что каждый из них очень важен. Другими словами, помазание это Божье присутствие. Есть пять составляющих, которые сам Бог сказал, которые необходимо сделать было Моисею для того, чтобы присутствие, чтобы помазание Божие пришло. Давайте посмотрим на них. Первый из них это смирно. Он говорит, что первым вот веществом, которое необходимо сделать, должно быть смирно. Это такая ароматическая смола, которая выделяется из ствола дерева, растущего в Аравии. Она выделяется в форме капель. К нему добавляется немного спиртного для того, чтобы очистить от всякой нечистоты. Затем она выпаривалась, и когда пар проходил сквозь смолу, он растапливал ее в тягучее масло. Это масло становилось ароматом. Что значит это для нас? Что символизирует первое составляющее помазания почвы? И мы можем смело сказать, что речь идет о смирении и о подчинении. Речь идет о кротости, о состоянии человеческого сердца, и это на первое место ставит Бог в этом списке составляющих. О состоянии человеческого сердца, которое мы называем смирением. Я прогуглил и посмотрел. Слово смирение происходит с латинского языка и означает следующее иметь реальный незавышенный взгляд о собственной важности. Мне сразу хочется проиллюстрировать. Некоторые люди даже в Библии написано, что их взгляд гордый, они смотрят вот так сверху вниз. Типа, что вы тут думаете, я тут такой. То есть у него очень высокий у этого человека взгляд на свою собственную важность. Он позиционирует себя очень важно. Апостол Павел говорит, что я старался делать все, чтобы никто не подумал обо мне более, нежели есть во мне, нежели то, что видит во мне. То есть другими словами, он пытался, чтобы не было этого диссонанса между вот тем влиянием, эффектом, который он производит на тех, кто рядом возле него и на его внутреннем состоянии. А Иисус что сделал? Вы знаете, меня это очень сильно поражает. А Иисус в тот вечер, когда он был предан, он снял верхнюю одежду, взял, припоясался полотенцем, наклонился и начал мыть ноги. двенадцати ученикам своим. Среди них был также Иуда. И Петр не мог это принять никак. Он говорит, подожди, ты мне ноги не умоешь, потому что ноги мыли самые низкого уровня слуги и рабы. То есть другими словами, он говорит, ты что так унижаешься, Иисус? Да перестань унижаться так. Да ты же учитель наш. Да ты чего? Иисус, да что ты вообще? Петр. А когда Иисус ему ответил, что если я не умою ног твоих, то ты не будешь иметь части со мной? Он сказал, тогда всего меня омой. Опять какую-то другую крайность. Ну, это Петр, горячий человек. Но здесь мысль, посмотрите на Иисуса, когда он закончил, он говорит следующее, я показал вам пример, чтобы и вы поступали так же. Знаете, Иаков в своем послании сказал такие слова, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Иакова, 4 глава, вы можете открыть и прочесть. Вообще, он так интересно говорит там, он не просто говорит, что, ну, смиритесь и все. Он говорит, показывая, как мыслит человек несмиренный. И в этой же 4 главе в конце он говорит так, «Послушайте, вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль, вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий, вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то и другое». Возьмите внимание, вы по своей надменности, вот она гордость, тщеславитесь, всякое такое тщеславие и зло. То есть он говорит, не будьте самоуверены, поймите, почувствуйте, насколько вы зависимы от Бога, поймите, что жизнь ваша тоже вся зависима от Него. Помните, Иисус однажды рассказывал об одном человеке, очень предприимчивом, очень разумном, мудром, деловом человеке, у него огромный урожай вдруг, то есть он собрал большой урожай, и он даже не ожидал этого, и написано, что он сломал житницы, построил другие, а потом сказал, ешь, душа моя, веселись, радуйся, много богатства на многие годы есть у тебя. Ну, умница, все сложил, ничего не пропало, все сделал, такое дело провернул. А Бог приводит этого человека в пример, и послушайте, что говорит Бог. Бог говорит, безумец, безумный. Как это безумный? Он не безумный, он такой предприниматель здесь у нас, он такой, такой деловой человек, не каждый мог бы это сделать. А в глазах Божьих, он говорит, ты безумный. Почему? Да потому, что всю ночь душу твою отнимут. Кому это все достанется? Ой-ой-ой. Смотрите как. Оказывается, смирение это не завышенная оценка самого себя, а реальная. А какова реальная оценка? Есть ли в Библии то, что мы могли бы увидеть реальную оценку нашу? Смотрите, апостол Павел в начале своего служения он говорил, что у меня нет никакого недостатка перед высшими апостолами. Спустя некоторое время он тоже защищался в апостольстве. Я самого Господа принял, то, что и вам передал, и там в других текстах он тоже говорит, что я дошел до неразумия, вы меня вынудили этим, ну что же, буду говорить, он показывал, кто он, сравнивая себя с апостолами. Подождите еще 5-10 лет. И вот он уже совсем старичок, заканчивает свой путь, позади у него много десятилетий, когда он шел за Богом. И он снова пишет послание свое, последнее свое послание. И в этом послании знаете, что он говорит? Он говорит, Бог спас грешников, из которых я первый. Что? Ты теперь в конце жизни называешь себя грешником? Это ты пришел к этому от великого апостольства к осознанию, что ты грешник? Друзья, а вот в этом и есть зрелость. Мы осознаем, что мы без Бога ничто. Что мы просто плоть, пар, как пишет Иаков, являющийся на малое время, а потом исчезающий. И он говорит, вы послушайте, самонадеянные, вы послушайте. И это приводит нас к мысли, я хочу быть смиренным пред Богом. Я не хочу думать о себе больше, чем я есть. Я зависим от Бога. И если Господь позволит мне, то я буду жить еще и завтрашний день. Позволит жить еще месяц, год, десять, двадцать, тридцать. Если Бог даст благодать, то я буду делать это. Если Бог не даст благодать, то я ничто. И моя, и твоя жизнь может прерваться в любой момент. Вот оно глубокое смирение. Знаете, у Исаии есть потрясающий текст. Бог там говорит о том, что Он живет на высоте небес. И там также сказано, а также со смиренным и сокрушенным сердцем, истрепещущим перед Словом Моим. Слышите, как магнит привлекает металл, так наше смиренное, сокрушенное сердце привлекает присутствие Божие Божие в нашу жизнь. Оно просто привлекает Господи, я хочу быть смиренным, чтобы Ты был со мной. Вы помните, есть еще один текст, там написано так, что Бог гордого видит издали. Он даже не приближается к Богу. Он где-то там далеко от Бога. В своих ошибках, в своих глупостях, в своем каком-то негодовании, ворчании, обидах каких-то там еще чем-то. Он далеко от Бога. Почему? Потому что он горд. Бог гордого видит издали. Я говорю о смирении. Друзья, я хочу сказать, что путь смирения иногда берет годы и десятилетия. Посмотрите на Моисея. Моисей был полон жизни, полон видения, полон огня. И потом убивает египтянина и узнает на следующий день, что все об этом знают и убегает в пустыню. Убегая в пустыню, он не подозревал, что перед ним впереди дорога в 40 лет. В 40 лет. Весь бунт выветрился. Упорство, своеволие, вот желание сказать, я так сделаю, все уже после 40 лет уже этого нет. Уже смирился. Уже сломался внутри. И тогда Господь находит его прямо из горящего куста. Начинает говорить с ним. И он говорит, кто я? Кто я? И Бог говорит, Бог не говорит, ты крутой. Заметьте, Бог никогда не отвечал нигде, ни одному человеку в Библии, ты крутой. Бог говорил на эти вопросы, когда кто-то спрашивал, кто я? Его ответ был всегда один и тот же. Я буду с тобой. Он сказал, это Гедеону. Я буду с тобой. Иди с этой силой, которая у тебя. Я буду с тобой. Иди! Я буду с тобой. Моисей говорит, кто я? Ну, кто ты? Такой же самый, как и все другие, но я тебя избрал. Поэтому иди, я буду с тобой. Вот он ключ. Я буду с тобой. Помазание, мой дух будет на тебе. Еще несколько слов скажу об Иосифе, и мы будем говорить о втором ингредиенте. Иосиф, который был молодым юношей, ему приснились сны, и в этих снах он пришел к отцу своему, к братьям, и сказал, рассказал эти сны. И в этих снах было так очевидно, что и папа, и мама, и одиннадцать братьев, хотя тогда еще последнего не было, еще не родился, они все поклонятся ему. И вы знаете, мы не знаем, что до конца в сердце у Иосифа было. Но не зря он был продан в рабство. Не зря он был в тюрьме, в темнице на протяжении семи лет. Не зря вся эта дорога была у него перед тем, как Господь поднял его и доверил ему управление народом. Перед этим он прошел сквозь глубокую школу смирения. Я говорю сейчас кому-то из вас, кто-то из вас сейчас в этой пустыне, в этой школе смирения. Знаете, что интересно, видение, которое от Бога, мечта, которая от Бога, они все равно остаются внутри. Ты уже даже забываешь, тебе кажется, это нереально, тебе кажется, это никогда не может исполниться уже. Ты смотришь на то, где ты сейчас и на все обстоятельства, и ты смотришь на то, что Бог говорил тебе, и такая огромная дистанция, кажется, это никогда не может, ну, это никогда, не исполнится. Как это может исполнить Бог? Но Бог может это исполнить. Пусть в твоей жизни ты смиришься до конца глубоко, чтобы Бог мог в действительности исполнить свое слово. Вторая составляющая, которую я хочу, чтобы мы увидели, это корица. Корица. Она, видимо, немного другая корица, или она производилась по-другому, чем та корица, которую мы сегодня знаем или пользуемся ею. Но корица, вообще-то, добывается из дерева высотой 10-12 метров. И одна примечательная вещь, связанная с этим деревом, была в том, что оно росло всегда ровно и прямо вверх. И люди говорят, что оно росло таким прямым, что у него не было вообще никаких изгибов, никаких изъянов. Люди брали листья, плоды этого дерева, и выдавливали, как-то перетирали, выдавливали, и из них вот масло, ароматное масло. И они делали свечи для царей из корицы. Они очень вкусно пахли. Что такое корица в помазании Божьем? Друзья, корица, вот дерево, стойкое, высокое дерево. Что это такое? Это стойкость наша, это прямота наша, это отсутствие лукавства, хитрого двойного духа. Хочу сказать, в современном мире вы не часто это встретите. Кто-то даже сказал, ну это вообще-то не достоинство, это недостаток, когда ты открыт и когда ты прямой. Конечно, мы не говорим о глупости, когда человек все, что знает, то говорит, и говорит прямо тогда, когда нужно молчать. Но мы говорим о том, что у этого человека нет изъяна внутри, у него нету двойного плана, у него нету хитрых, каких-то корыстных своих целей. И я хочу, друзья, сказать, что есть три сферы, где я верю, нам нужно, людям, стоять прямо перед тем, как помазание Божье сходит на нас, перед тем, как мы привлекаем Бога своим присутствием. Первое из них, это в искушениях, в искушениях против греха. Дьявол всегда будет подкидывать тебе различные мысли и искушения. Вот здесь нужно стоять прямо. И в Ефесянам апостол Павел в 6 главе 6 раз говорит, стойте, встаньте, стойте, стойте, противостаньте против греха. Книга Придж, первая глава, там Соломон говорит о том, что, сын мой, когда будут тебя соблазнять грешники, не соглашайся. Они будут говорить тебе, пойдем с нами, будешь с нами, у нас будет один склад, мы там ограбим, там у нас столько богатства будет. Не соглашайся, стой. И некоторым из вас нужно слышать это слово. Стойте в праведности, которую вы получили от Господа, и не соглашайтесь ни на какие искушения. Некоторые знают этот путь. Чуть-чуть, просто чуть-чуть, слово чуть-чуть, тебе слабо, чуть-чуть, чуть-чуть пригуби, чуть-чуть попробуй, ну немножко пивка, ну один раз закури, ну один раз, но тебе же нужно расслабиться. И вот чуть-чуть, малейший компромисс, стой в той свободе от греха, который ты получил. И когда ты стоишь, сила Божья будет сходить на тебя, и ты будешь способен оттолкнуть это искушение. В некоторых нужно просто убежать из искушения, поменять просто окружение, когда все пьют, а ты стоишь, 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 а еще недавно, буквально пару месяцев тому назад, ты был среди них. И они говорят, ну че, че ты уже там в церковь стал ходить, Богу веришь, да выпей и веруй дальше. И ты стоишь, стоишь, стоишь. Тебе нужно просто убежать в этом, в этом случае. Но Писание говорит, стойте в искушениях. Вторая мысль, в чем мы должны стоять? Мы должны стоять в гонениях, должны стоять, когда против нас идут насмешки, непонимания, среди родных, среди близких, либо просто может быть где-то со стороны. Я рос в то время, когда было гонение на церковь, когда смеялись над христианами, ссылали их в ссылки, и наши братья стояли в истине. И третий момент, нам нужно стоять в обетованиях Божьих. То, что Бог обещал тебе, Он исполнит. Не оставляй упования своего, скажет апостол Павел, посланник евреям, не оставляйте упования своего, которому принадлежит великое воздаяние. Не оставляй, стой в обетованиях. Если Господь сказал, что ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно, значит, не будет успешно. Если Господь сказал, я благословлю тебя, твой дом, твоих родных и близких, и все, кто в доме твоем, будут под моей защитой, значит, будет так. Если Господь сказал, что я буду держать тебя за правую руку, значит, ты можешь полагаться на это слово. Он будет держать тебя. Если Бог сказал, спасешься ты и весь дом твой, значит, спасешься ты и весь дом твой. Итак, мы говорим о том, что корица – это та часть, которую мы должны сделать, в стойкости стоять. То есть, вот этот ингредиент говорит о нашей стойкости. Третий ингредиент – это тростник. Тростник. И когда мы говорим о тростнике, то мы понимаем, что он тоже ароматный, он растет такими пучками. И верхушка этого тростника была наполнена маслом. И это очень интересно, потому что люди знали, что когда верхушка наклонялась, то есть масла было достаточно, чтобы наклонить, и наклонялась почти к земле, потому что много собиралось масла. Тогда приходило время, чтобы собрать урожай. О чем я говорю здесь? И о чем Господь говорил, когда сказал, чтобы из тростника, что этот ингредиент должен тоже быть в елее, в помазании? Мы говорим о почтении. Мы говорим о том отношении, которое должно быть у каждого из нас. Это отношение уважения, это отношение почтения. Друзья, это очень важно. Хочу сказать, что я видел много людей, которые делали все правильно, но при этом у них был бунтарский дух. Они не почитали. Они делают только потому, что нужно было сделать. Друзья, Бог будет награждать нас не потому, что мы сделали, а смотря на сердце наше, на отношения наши. За отношение твое Бог будет давать награду тебе. Если ты это сделал с любовью, с благодарностью, если ты это сделал просто со всего сердца, это будет иметь большое значение. Даже если что-то не получилось, но отношение твое было старательное, отношение твое было с почтением, с глубоким уважением, это будет иметь большую ценность в Божьих глазах. Друзья, непочтение, оно забирает все, что Бог предназначил для тебя. В Евангелии от Матфея в 13 главе в 54 и в 58 стихах, с 54 до 58, мы читаем о том, что Иисус пришел в свой родной город, и он пришел в синагогу, и в синагоге он начал говорить с ними, учить их. А они, послушав Его, сказали, послушай, так это же Иосифа сын, это же Иисус, плотника сын. И написано, что Иисус не мог совершить никакого чуда там, в родном городе своем, в Назарете, там были больные, там были люди, которые нуждались в прикосновении Божьим, но он не мог сделать ничего, потому что они не принимали Его, как Божьего сына, и, соответственно, не верили Ему. Здесь внимание, родители, если вы не будете почитать тех, кого поставил Бог, почитать власть над нами, дети должны видеть это почтение в нас, родителях. Если мы не будем почитать в Церкви служителей Божьих, если мы не будем почитать мужья своих жен, жены своих мужей, то мы увидим, что наши дети не будут почитать нас так же. И благосновение, которое на нас было, оно не сможет раскрыться в жизни наших детей. Помните эту историю в Библии, когда Ной, сегодня мы слышали уже о Ное, когда Ной сошел с Ковчега после сорока дней дождя, дней и ночей проливного дождя, и он напился, и лежал там в шатре, и один из сыновей его хам пришел, увидел, и пошел, рассказал другим братьям своим. И тогда и Афет, и Сим, они взяли, они взяли покрывало, и они зашли в шатер таким образом, чтобы не видеть отца, не видеть наготу его, и покрыли его наготу. Они не высмели, они покрыли. Друзья, некоторые из нас так любят высмеивать какую-то наготу, какую-то ошибку, какую-то, может быть, человеческую сторону служителей божьих. Но знаете, что интересно, когда Ной проспался, и пришло время сказать свое слово, то вы здесь можете увидеть, он говорит благословение на Иофета, благословение на Сима, он доходит до хама, который высмеял, и он не касается его самого, а он говорит уже о детях, что проклятие придет на жизнь детей. Слышишь, как интересно? Когда в твоем сердце нет почтения, то дети входят в проклятие, им неоткуда взять просто вот это почтение. Вы знаете, ну на первое место нам нужно поставить Бога, потому что только тот, кто трепещет перед Богом, перед Словом Божьим, привлекает самого Бога к себе, трепещущего перед Словом Моим. Бог сам сказал, вот на кого я призрую, вот куда я приду, вот на кого я вылью и залью мой елей, трепещущего перед Словом Моим. Это Бог говорит через Исаию. На первое место мы ставим Бога, мы Его почитаем, мы Его внутри почитаем, мы благодарны Ему. Все, что касается Бога, это превыше всего. Вот так же, как смирение, помните, Иисус сказал, не моя воля, пусть будет, но твоя. Так же и почтение. Мы отдаем это в руки Божии. Четвертый ингредиент – это кассия. Было около 400 видов различных веществ, которые производили из этого растения, и это все использовалось для внутреннего очищения. Смотрите, смирно. Это глубокое смирение, когда я свою волю подчиняю воле Божией. Корица – это твердость и стойкость в искушениях, в гонениях и в обетованиях. Тростник – это почтение. Вот сердце мое – смирение, стойкость против искушения, гонения и в обетованиях Божьего Слова. Глубокое почтение к Богу, к властям, которые Господь поставил. И потом идет четвертый ингредиент – внутреннее очищение. И вот здесь очень интересно, друзья, потому что внутреннее очищение, знаете, что это? Это время, проведенное с Иисусом и со Словом Божиим. Это время, проведенное в церкви. Это когда твое внимание сконцентрировано на нем, на Боге. Ты поклоняешься, ты молишься. Когда ты в церкви, когда ты слушаешь Слово Божие, когда ты останавливаешься, когда ты полностью простираешься к Богу, тогда Дух Божий, работа Божия очищает тебя. Не когда ты бежишь, и по ходу дела, да, я христианин, но это уже просто как Слово, потому что жизни Христовой нет, пребывающей в тебе. Жизнь Христова, благодать Божия пребывает на том человеке, который, останавливаясь, концентрируется на Боге, на Слове Божьем. Это молитва, это время чтения Священного Писания, это размышление, это время в церкви, это время с братьями и сестрами. И тогда происходит очищающая работа Святого Духа. Это четвертый ингредиент. И, наконец, пятый ингредиент – это оливковое масло. Оливковое масло. Оливковое масло символизирует Святого Духа. И вы знаете, Иоанн в своем послании во второй главе, он говорит такие слова. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том, пребываете. Пятая составляющая, чтобы елей помазания был в твоей жизни, присутствие Божие было с тобою – это общение со Святым Духом. Благодать Господа, скажет апостол Павел, и Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение, и общение со Святым Духом. Да пребудут с вами общение. А ты общаешься с Духом Святым, а ты задаешь Ему вопросы. А когда ты общаешься с разными людьми, ты прислушиваешься чувствований, которые Дух Святой дает тебе. А когда ты принимаешь какое-то решение, ты обращаешься к Богу прежде, ты общаешься со Святым Духом. Интересно, ну, Иоанн говорит, у вас нет никакой нужды, чтобы кто учил вас, потому что помазание, которое излито на вас, оно пребывает в вас. И это Дух Святой, который нас научит всему. Он возвестит нам будущее. Он проведет тебя. Вот они пять составляющих. Это смирение, это подчинение своей воле Господу. Это стойкость и непорочность. Это то, что имеется в виду, когда мы говорим о дереве корицы. Это тростник, который наливается, наливается маслом и наклоняется. Когда ты опускаешь свое внутреннее душевное состояние в глубокое подчинение той власти, которую Господь поставил перед тобою. И это очищение, которое происходит, когда ты читаешь Слово Божие, когда ты молишься, когда ты концентрируешься на Господе и Святой Дух, с Которым мы идем по жизни. Друзья мои, я хочу молиться, но перед молитвой хочу спросить, а вы хотите этот елей или нет? А для вас является ценностью Божье присутствие или нет? Вы знаете, у эквизиаста есть такой текст, который мне очень нравится. Там написано, да не оскудевает елей на голове твоей. То есть да не будет его меньше. Да не будет меньше Бога. Да не будет меньше присутствия Божьего. Да будет больше. Там перед этим он говорит, да будут одежды твои светлые. И да не оскудевает елей на голове твоей. То есть пусть его помазание будет на жизни твоей, на голове твоей, его присутствии. Если ты не пойдешь с нами, помните, мы начали с этого, Моисей говорил, то не выводи нас отсюда. Может быть, ты сейчас в трудной ситуации. Может быть, у тебя не хватает финансов. Может быть, у тебя дома раздрайв, такое отношение все разорваны. Может быть, ты не знаешь даже, что делать, с чего начинать. В каком бы состоянии ты ни был, может быть, ты болеешь. И у тебя есть какая-то немощь в теле, в организме. Может быть, что-то случилось. Ты ранен. Ты просто ранен, раздавлен. Тебе трудно простить, отпустить это. Тебе нужен Господь. Тебе нужен елей. Смирись. Прими решение быть твердым и стойким. Убегай от всякого греха, стоя в Божьих обетованиях. Имей глубокое почтение к власти, которую Господь поставил. И позволь, чтобы Дух Божий работал с тобой, очищал тебя. Читай слово. Молись. Будь в общении с братьями и сестрами. И Дух Святой наложит свой целебный пластырь на раны, которые вдутри тебя. Он поведет тебя дальше. Он будет вести тебя. И его елей, его присутствие придет в твою жизнь. Когда приходит Святой Дух, там все меняется. Давид об этом говорил. Он говорил, что ты наполняешь рог мой свежим елеем. Ой, как мне это нравится. Свежий сегодняшний елей. Сегодняшний ответ. Не позавчерашний. Не то, что, ой, лет пять назад Господь меня когда-то благословил. Сегодня, сейчас, прямо там, где ты находишься. Смирись. Прими решение в стойкость, что ты будешь тверд и непоколебим против всякого греха и глубокое почтение. И пусть внутренняя работа очищения Духа Святого будет внутри тебя. Давайте помолимся сейчас. Отец, я благодарю тебя за слово твое. Я благодарю тебя, что ты касаешься сейчас многих людей, Господи. И я прошу тебя, прикоснись к тому человеку, который имеет эту ценность твоего присутствия. Который хочет, Господь, чтобы елей был на его голове. Который хочет, чтобы твое присутствие окружало его, его семью, родных, близких, делало рук его. Господи, благослови, я прошу тебя. Боже, мы идем путем смирения. Мы хотим смириться пред лицом Твоим, потому что Ты смиренным даешь благодать, Господь. И мы будем убегать от всякого искушения. Стоять твердо, Господь, в различных непониманиях, насмешках, гонениях, обетованиях, Господи. Имея это почтение в своем сердце к тем, кого Ты поставил, Господи. И я прошу тебя, пусть Твоя работа, работа Духа Святого очистит, изменит нас, Господь. И дай нам прорыв в той области, в которой, Господь, у нас нет Его. Мы просим Тебя, мы благословляем, Господь, во имя Твое каждого человека. Аминь. И аминь. Субтитры подогнал Игорь Негода.